друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки до рождества фактически в пятницу остаются считанные дни и мы как и ранее настраиваемся друзья на все таки наверное неизбежность факта пред рождественского ралли если ему осуждено состоится то это должно произойти уже сегодня собственно и завтра по устоявшейся традиции по опыту имеющимся за последние годы можно сказать что вероятность что мы его не увидим крайне низка поэтому я призываю вас друзья бы сейчас куда более осмотрительными чем всегда контролировать риски следить за загрузкой депозитов это очень важно потому что если на тонком рынке движения пойдут будучи спровоцированными какими-то локальными новостными факторами это могут быть мощные тенденции действительно игроков на рынке сейчас все меньше и меньше но сегодня опять же до конца этой недели будет еще несколько релизов на которые а стоит обратить внимание ранее я уже делал ремарку что на тонком рынке даже какой-то незначительный макроэкономический статистический релиз может стать серьезным катализатором для роста либо о снижении сегодня у нас на повестке довольно важный отчет для американской экономики в 16.30 в московском времени выйдут данные по ввп сша также будет опубликована статистика по индексу расходов на личное потребление еще более насыщенным днем будет завтрашняя торговая сессия потому что там динамика личных доходов личных расходов заказы на товары длительного пользования первичные заявки на пособие по безработице в общем на основании вот этих релизов за два дня мы в целом можем сможем сделать выводы относительно того как американская экономика на закрывает практически этот год с учетом тех тенденций которые сейчас на прослеживаются я как и ранее друзья вам в последние уходящие дни 2021 года не советую распыляться на большой а инструментарий опять же торговый лучше сфокусироваться на двух трех торговых сделках и сделать больше упор на них потому что на прочие активы мы с вами успеем посмотреть уже в следующем году когда разберемся более-менее с форс-мажорным обстоятельством таким как распространение омикрон и еще раз посмотрим уже после праздников на перспективу американской денежно-кредитной политики именно на то что будет происходить с курсом федрезерва и как это будет влиять на доллар сейчас точно может сказать по динамике индекс американской валюты на азиатской сессии среды то что доллар начинает пользоваться спросом он в принципе уже находится на максимальных значениях с больше чем за 14 месяцев 96 55 и на азиатской сессии индекс доллара растет вполне возможно что этот рост продолжится и дальше я рекомендую ставить на укрепление американского доллара потому что у нас есть подтвержденная жесткая позиция федрезерва у нас есть куча рисков связанных с последствиями для мирового экономического роста фактор распространения омикрон штамма у нас есть и другой новостной фон который в целом сейчас больше способствует ухудшению рыночных настроений это не только микрон например провал законодательной инициативы байдена по его расходам на инфраструктуру проекта масштабным на 2 триллиона долларов лидерша скажем оставшегося большинства тех кто пока не поддерживал проект байдена манчин фактически в это воскресенье еще заявил о том что он не даст зеленый света этому законопроекту и многие считают что вместе с такой хим критичной позиции манчина можно сказать что на все их инициативе байдена был поставлен крест я не знаю какие смогут использовать инструменты власти демократов опять же чтобы обойти отсутствие достаточной поддержки но может быть что-то придумают все таки это партия власти но на текущий момент все инвестбанки начинают спешно пересматривать прогнозы роста американской экономики потому что уверены что не быть реализованным этому проекту значит американская экономика не получит столько обещанных новых рабочих мест и не получит буст дополнительного экономического роста в частности goldman slacks пересмотрели прогноз роста вопс сша на 1 квартал с 3 процентов до 2 на 2 с 3 и 5 до 3 морган стэнли тут же поспешили с аналогичными негативными взглядами и это еще больше мрачило общий фундаментальный фон который я был усилен сообщениями о том что сша которые долгое время последние две недели оставались особняком держались подальше тем распространения микрона тоже оказались втянуты вот все вот эти риски связанные с ухудшением экономического фона количество случаев о микронах штатах растет уже 75 процентов всех выявленных и случаев заражения приходится на этот штамп все он стал доминирующим вроде бы как есть уже летальные исходы по оценке всемирной организации здравоохранения в ближайшие 4 7 недель рост числа заболевших даже несмотря на вводимые экономические ограничения продолжатся и пик роста придется на примерно конец февраля это друзья при том что во многих регионах уже рекордные показатели за все время пандемии напомню что последними из стран перьеса дания нидерланды там были введены локдауны до середины января то есть закрыты рестораны пабы магазины кроме тех которые реализуют и товары первой необходимость это как раз доказывает тот факт что ситуация с омикроном гораздо опаснее и гораздо серьезнее чем многие предполагали в таком фундаменте доллар это защита как в общее представление трейдеров как тот инструмент который позволяет пересиживать непростые экономические времена доллар также будет получать поддержку на перспективах ужесточения монетарной политики золото опять же в него не лезем потому что вчерашний день это волатильность и выше 1800 долларов за тройскую функцию потом ушли в район 1785 где примерно торгуемся и сейчас золото действительно не может определиться что для нее для него является более определяющим либо перспектива ужесточения политики в штатах то есть негативный фактор поскольку доллар будет расти либо все-таки статус защитного инструмента более крутого чем доллар а из-за ситуации с омикроном в этом случае золото должно расти но выраженной тенденции нету и чтобы не попадать вот в эту ловушку избыточных ожиданий покупателей и продавцов либо как говорят трейдеры рыночную пилу из-за высокой волатинности лучше держаться подальше европейская валюта 1 1270 в целом каждый день мы все ниже друзья по евро все ближе к цели 112 но целью для меня является уже планка пониже 1 11 и я думаю что все таки до конца этого года мы увидим евро ниже текущих уровней так же как и по британской валюте 1 32 50 были попытки вытащить фунт выше отметки 1 33 они не учались успехом инициатива пришла к продавцам и все снова говорят о рисках связанных с омикроном потому что в великобритании вчера очередной антирекорд 90 2000 случаев заражения будет ли новый локдаун я думаю что будет просто учитывая слабые позиции джонсона сейчас и отсутствие достаточной поддержки среди однопартийцев это единственная причина по которой локдаун еще не введен если бы его позиции были были более сильными как например год назад то тогда экономические ограничения вступили в силу бы кажется уже неделю назад и рынок нефти 74 доллара за баррель есть локальный фактор такого форс-мажорного характера это ближневосточные риски связанные с перебоями поставок частности за блокировки одного из крупнейших ливийских месторождений эль-шарара примерно производственная мощность больше 300 тысяч баррелей в сутки ожидать что эта блокировка продлится до конца этой недели до выборов в леви поэтому какое-то время потенциал снижения цен на нефть будет ограничен однако друзья как только этот фактор сойдет на нет как только трейдер инвестор увидят шокирующие цифры просто числа заболевших и прикинут как все это может отразиться на экономическом росте на спросе на углеводороды из-за риска новых ограничений снова будет преобладать нисходящая тенденция которую я рекомендую собственно и ожидать этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошие торговой сессии всем пока